Пояснил один из организаторов шествия, представитель радикального вортала публикой.лв ОР Кап Теннис, суть мероприятия в том, чтобы прославить святые акты сближения всех латвийских мужчин и женщин. Поэтому мы, примерно 20 человек, как крест пронесем на своих плечах двухметровый фалос за Вилл Кап Теннис. Предполагается, что мероприятие продлится около пяти минут. Шествие стартует у памятника свободы, завершится возле бастионной горки. Рижская дума уже получила заявку на проведение 24 мая этой акции. Отметим, что это не первый случай появления в городе мужского достоинства. В прошлом сентябре представители так называемой организованной преступной группировки сексуальных террористов «Желтый октябрь» в рамках акции протеста установили в парке Аркадия двухметровую скульптуру голубого полового члена с позолоченной головкой. Правда, тогда акция носила ярко выраженный политический контекст. Хулиганы «Желтого октября» иносказательно говорили об импотенции латвийских властей. Собственно, гей-парад может состояться 2 июня. Решение о том, разрешить шествие или нет, Рижская дума примет на следующей неделе. В России тоже готовятся к шествиям сексуальных меньшинств, намеченным на 27 мая. Готовятся своеобразно. Дерутся и крушат автомобили. В Санкт-Петербурге накануне, во Всемирный день борьбы с гомофобией, агрессивно настроенные экстремисты напали на участников митинга. В митинге принимало участие примерно 100 защитников прав, геев и лесбиянок. Мероприятие уже подходило к концу, когда кто-то, вооруженный газовым пистолетом, выстрелил в лицо одному из активистов. А десятки молодых людей в масках напали на автобус, который увозил прочь участников митинга. При этом на дорогу кинули дымовые шашки, и автобус был вынужден затормозить. И тогда нападавшие, среди которых по сообщениям российских СМИ были и неонацисты, окружили автобус, выбили в нем стекла и напали на пассажиров. Участникам митингов все же удалось уйти. Российская полиция с трудом отразила атаку, после чего нападавшие рассеялись и скрылись во дворах. Похожий инцидент произошел накануне в столице Грузии. Гей-парад в Тбилиси закончился дракой с активистами радикального движения «Союз православных родителей». Массовое избиение участников гей-парада удалось предотвратить только благодаря вмешательству полиции. Тяжелый удар по экономике пришлось пережить Испании. Международное агентство МУДИ снизило рейтинги сразу 16 испанских банков и 4 регионов страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова